Вообще, к обеспечению предприятия материально-техническими ресурсами причастны многие службы и филиалы общества «Газпромдобыча на дым». У каждого свои задачи. Сегодня у нас в гостях начальник управления технологического транспорта и спецтехники Юрий Андреев. Здравствуйте, Юрий Александрович. Добрый день. Автомобили, наверное, самый популярный способ доставки груза на объекты общества «Газпромдобыча на дым». Как организована эта работа? Вы правильно сказали, что автомобиль является одним из основных видов транспорта по доставке грузов, оборудования на объекты промысла, на базы хранения материалов. Работа у нас в филиале организована согласно паспортов номинально-технической оснащенности, которые составлены для каждого филиала. Там определены объемы работы транспорта в машиночасах. Ну и, соответственно, на каждый вид перевозок подаются заявки филиалов. И согласно этих заявок выделяется определенный вид транспорта в зависимости от характера груза и от его габаритов. Поэтому идет планирование выпуска техники на линию в соответствии с заявок филиалов. Как используются автомобили, работающие на газомоторном топливе? Как они себя зарекомендовали? На сегодня в нашем филиале эксплуатируются 102 единицы техники, использующие природный газ в качестве моторного топлива. В общем-то, за период эксплуатации и нареканий по работе газобаллонного оборудования мы таких не встретили. В основном это все плановые работы, согласно графика проводим. Но работать можно на газу, показалось, что и нужно развивать это направление. Общество не только закупает автомобили, уже готовые работать на газе, но и переоборудует своими силами. Как осуществляется работа в этом направлении? Нашим филиалом проведена определенная работа. С чего мы начинали? Это подготовка персонала, в первую очередь инженерно-технических работников, слесарных работников, для работ по переоборудованию техники на использование газа в качестве моторного топлива. Из всего, что я ранее сказал, из 102 единиц сегодня собственными силами переоборудовано 82 единицы техники. Эта работа продолжается. На этот год у нас в плане стояло 3 единицы легкового транспорта переоборудовать. В апреле месяце мы эту работу завершили. 3 единицы у нас находятся в эксплуатации. Помимо автомобильного транспорта, какие еще виды транспорта задействованы в перевозках груза и когда начнется навигация? Ну, помимо автомобильного транспорта, но учитывая наше географическое местоположение, отсутствие моста через реку Надым, у нас на балансе имеется флот, который предназначен для перевозки грузов, техники и также для перевозки вахтовых бригад. Навигация начнется, но, в общем-то, сейчас уже ледоход по реке идет. По мере прохода льда русло очистится, и мы начнем навигацию. Будем перевозить грузы, технику и вахтовые бригады. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию, но мы продолжаем.